Всем очередной стамбульский привет. Мы идем в дворец Тавкапы смотреть, как жили Султаны. Сидит такой важный дядя, короче, во главе стола, а все ему в рот заглядывают. Не получается получить удовольствие от вот этой вот красоты. Народу тьма, все толкаются, все бодаются. Почему такая огромная очередь, которая начинается здесь и заканчивается чуть ли не за мостом следующим. Уличная еда в Стамбуле, как отдельная достопримечательность. Мечеть пережила восемьдесят девять землетрясений. Достаточно недорогие сладости построили с тем, где мы были вчера на рынке египетского. Мы добрались до торгового центра. Также мы нашли здесь супермаркет, который по типу нашего Ашана. То есть ехать сюда именно за дешевыми ценами, ну, это не прокатит. Красная травма, сейчас встаю на одной ноге. Всем очередной стамбульский привет. И сегодня наш солнечный день, наконец-то, начнется с посещения этого прекрасного дворца Тавкапы. Дворец бывших султанов, который более 400 лет был резиденцией действующих султанов. Правящих султанов. Мы посмотрим на покои знаменитый хюреем Украины, Роксолан или Анастасия Лисовская. Мои тезки! Ну, хотя есть споры, что все-таки Александра Лисовская, но это не суть. В общем, практически наша соотечественница, великая фаворитка султана Сулеймана. Идем смотреть, изучать, снимать. Идем внутрь. Во времена правления императоров в Византийской империи на этом месте был императорский дворец. И единственное, что от него осталось со временем, это вот это вот прекрасное сооружение, храм святой Ирины. В настоящее время он действует как музей. Вход туда за дополнительную плату 30 лир. Посещение этого дворца сюда не входит. Мы туда внутрь не пойдем. Мы идем во дворец Тавкапы смотреть, как жили султаны. Субтитры создавал DimaTorzok Мы взяли аудиогид на русском языке. Если только выдворец Тавкапы, он стоит 20 лир. Если еще плюс гарем, то 30 лир. Если отдельно гарем, то тоже 20 лир. Так что идем изучать все. Если верить этому офигенному гиду, то это вот бывшее здание султанских кухонь. Все вот эти вот трубы, это как раз-таки трубы от печей, трубы от жаровень. Иногда здесь готовилось еда на 10-15 тысяч человек. Вы представляете? Каждая постройка – это отдельная кухня. В одной готовились блюда для падишаха, султана и самых важных гостей. В другой – для губернатора, в третьем – для гарема. И так по возрастанию. Для каждой отдельной группы своя посуда, своя культура, свои блюда, свое все. А сейчас мы идем на пиратовские кухни, посмотрим на китайский фарфор, который долгие-долгие годы использовался как посуда для султанов. Не детские такие тарелочки, да, у нас раньше были? Это, скорее всего, блюда, на которых подавались какие-то закуски. Я предполагаю, основные блюда. Значит, как объяснить такой объем тарелки? А если ведь в картинке, то вот так вот султан кушал со своими подданными. Так что можно в своем роде прикоснуться к тракезе султана. Сидит такой важный дядя, короче, во главе стола, а все ему в рот заглядывают. Если эта картинка правдивая, то вы представляете, сколько они ели? А мы говорим, у нас нет культуры в питании. Вот культуры вообще ноль, питания именно. Судя по количеству вот этих вот кастрюлей жаровин, именно здесь готовили на 10-15 тысяч человек временами. Это просто такие масштабы. Работа у поваров была выше крыши в Султанском дворце, однозначно. Кстати, у нас тут красиво оформленное здание, помещение, строение, как его назвать. Это зал аудиенции, где Султан встречал своих визиттеров. Мы находимся в зале обрезания наследника. Именно здесь проводились праздничные церемонии. По этой такой интересной процедуре. Ну, как я сейчас сказал. Честно, не получается получить удовольствие от вот этой вот красоты. Народу тьма, все толкаются, все бодаются, все пытаются залезть впереди вас. Это декабрь. Мне очень интересно, что здесь происходит в июле, в августе. Знаете, сейчас главное забыла сдать свой этот аппарат. Ну, только оговорка, что у меня там мой паспорт. И он начал орать, как бешеный просто. Чуть не украла свой гид. В общем, сдали мы гид. Забыть отдать у вас его не получится, потому что при приближении к выходу он начинает орать, как сумасшедший. Мне прям было не по себе. Такое ощущение, как будто я хотела его стырить. По поводу посещения. Я сейчас покажу, сколько народу. Это выход. Сегодня хорошая погода, и народу просто тьма. Красивый дворец, красивые постройки, красивое все. Действительно, ощущаешь, что прикасаешься к старине. Но вам не дадут этим насладиться абсолютно. Это декабрь, вот на минуточку, это декабрь. Я не знаю, когда надо сюда приезжать, чтобы получить от этого удовольствие. Дворец прекрасный, но не в такой толпе, однозначно. По единому билету, который мы купили с Антоном, когда ходили в Ая-Софию, у нас есть еще одно посещение. Это археологический музей. Я не скажу, что мы горюм желанием туда топать, но идти надо, поэтому мы идем туда. Археологический музей в Стамбуле расположен рядом с парком Гюльхана и дворцом Топкапы. Он состоит из трех музеев – главного здания, музея Древнего Востока и израсцевого павильона. И содержит более миллиона экспонатов разных эпох всемирной истории, а также является одним из самых богатых музеев мира. Многочисленные находки археологов, сделанные на территории Стамбула и Турции, а также за их пределами, хранятся именно здесь, в археологическом музее. Зайдя вовнутрь, вы встретите мраморные конструкции скульптуры, многочисленные бюсты древнегреческих и древнеримских деятелей культуры и искусства. В музее же израсового искусства встретятся многочисленные изделия из глины, посуда, архитектурный декор, всевозможные культовые предметы. Здесь же можно посмотреть экспозиции, посвященные Древнему Египту, культурам Анатолии, Фрагии и других государств, окружающих земли османов в прошлом. И все это, конечно, очень прекрасно и интересно, но все-таки больше для людей, увлекающихся историей. Для обычных путешественников этот музей может показаться скучноватым, так что выбор идти сюда или нет всегда остается за вами. В общем, выбрались мы наконец-то с этой территории музеев. Ой, что я вам хочу сказать. Если вы любите эти мероприятия, если для вас это классно, конечно, стоит сходить. Если у вас много времени, вы не торопитесь, можете в развалочку походить в толпе туристов. Конечно, в археологическом музее не было толпы туристов, откровенно говоря. Как бы там в основном детские группы, которых, видимо, насильно туда затащили. Ну и такие дворачки, как мы, которые купили вот за 135 лир эти билеты и решили уж, чтобы не терять деньги, все-таки наведаться туда. А так в целом делать там особо нечего. Дворец симпатичный, красивый, но такие толпы народу, что просто невозможно. Сейчас мы попробуем найти парк Гюльхане. Там, говорят, открываются красивые виды на Босфор, на Галатский мост, на башню галатскую. Так что ищем Гюльхане. Если идти вниз от археологического Стамбульского музея, то как раз вот можно попасть в этот парк. Там на входе вот такой симпатичный фонтанчик, как будто бы странички перелистываются водой. Книга с перелистывающимися страничками. Интереснее. Я залезла. Судя по остеркам коленем, я это делаю явно не ядно. Прогуливаясь по парку Гюльхана, мы в очередной раз убедились в том, что в Стамбуле, в принципе, делают все для людей. Вот действительно, ни на секунду в этом не сомневайтесь и не приходится в этом сомневаться, находясь здесь. Огромные парки, зелень, детские площадки, везде навигация, куда что пройти. Настолько это здорово. И вот сейчас в декабре этот парк достаточно зеленый, я вот сейчас покажу. Просто вот зелень вокруг, деревья. Пугая летает. А вы представляете, как здесь классно будет летом? Поэтому, стоит ли посещать Стамбул, однозначно стоит. Летом, говорят, в апреле здесь парад тюльпанов. Огромные-огромные площади тюльпанов расцветают одновременно. Хотелось бы, конечно, сюда попасть, но нас еще напугали, что вдобавок ко всему с февраля по апрель здесь сезон дождей. Прям как в тропиках. И это декабрь. Я, конечно, согласна сейчас, многие скажут, ой, ты куча где красивых мест в декабре, где можно даже в море купаться. Но слов нет, можно. Но Стамбул-то не тот город, где можно купаться. И просто, когда приезжаешь с северной части России, достаточно с северной части России, в декабре в плюс 13 гуляешь под солнышком и наслаждаешься цветами и зеленью, ну, действительно классно. Прям взгляд радуется. Перед Новым годом такой заряд бодрости. Я все понимаю, но таких очередей я не видела никогда в жизни. Кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях, что это такое, это вот не метабла. Вот честно, я просто не понимаю, какие-то билеты ходят, продают. Это что-то типа лотерея или что? Но я просто не понимаю, почему такая огромная очередь, которая начинается здесь и заканчивается чуть ли не за мостом следующим. Пишите, пожалуйста, в комментариях, если реально знаете. Вот он конец. Значит, занимайтесь. Да, да, да. Как вы видите? Одну эту и одну эту. Значит, вот такая вот по 2,5, и такая вот почти 2. Лира 70 получается. Ну, это, скорее всего, вот здесь вот она стоит. Ну, да, там, может быть, чуть-чуть подешевле, но мы настолько хотим уже попробовать. Вообще, уличная еда в Стамбуле как отдельная достопримечательность. Голодными не заходя в рестораны вы точно не останетесь. Рассказывай давай. Я сейчас не ожидала большего. А что такое, с чем вообще? Тесто с корицей. Сейчас попробую вот это. Он глотает сыну. Тема. На каждом шагу продают. Никто не останется вот без этих бубликов. Да, мне нравится без этих бубликов. Ну, стоит попробовать. Очень приятный запах. Кушаю. А у нас продолжаются наши похождения по мечетям. И вот сзади меня прекрасный Сулейманье. Эту мечеть построил султан Сулейман спустя 30 лет, как взошел на турецкий трон. Ну, или престол, или как там у них это называлось. Мечеть пережила 89 землетрясений. И лишь однажды у нее обвалилась часть купола. Ну, прям благословенную мечеть, по-другому и не скажешь. Сулейманье это целый комплекс. Это не только мечеть. Здесь есть и бани, и школы, и библиотека, и комната отдыха. Также здесь, именно здесь, на заднем дворе, гробница Сулеймана Великолепного, его жены Хюрэмпы и их дочери Мехримахов. Как и везде, в действующих мечетях Сулейманье закрывается на время намаза. То есть, вот сейчас вот мы успели, нам осталось 15 минут. В 3.10 закроется на молитву. Также, как и в Голубой, здесь есть огороженная зона. За линией мы стоим, визитеры. Там уже зона молитвы. Пусть меня простят все почитатели Голубой мечети. Вот эта мечеть мне нравится намного больше. Настолько она изящно красиво выполнена. И купол такой прям шикарный. Говорят в интернете, что этот купол даже больше купола Ая София. Огромный плюс этого комплекса, этой мечети, что здесь нет такого огромного количества народу, как есть в Голубой мечети. Это место не распиаренное, не настолько распиаренное. За счет этого можно спокойно действительно разглядеть. Здесь еще нет толпы на вход и, соответственно, толпы на выход. Просто действительно стоишь и наслаждаешься. Мы вышли из мечети Сулеймонии. Если честно, это потрясающее ощущение. Этот комплекс стоит посетить всем. Голубая мечеть тоже прекрасна. Она прекрасна с виду, она прекрасна внутри. Но вот этот комплекс неоправданно почему-то забыт туристами. Сюда, конечно, приезжают, но не так много, как туда. То есть здесь нет очередей. И на самом деле внутри, если с целью посмотреть что-то, то эта мечеть намного калоритнее. За счет того, что это огромный комплекс с банями, со школы, с каким-то исламским офисом, с кучей кафешек, с прекрасным видом на море, на Босфорду, на корабли, то, конечно же, сюда однозначно стоит приехать. К турецке. На спуске с комплексами Чети Соли Монье мы нашли городовый сток за 2 лиры всего лишь. То есть здесь меньше туристов, и, соответственно, цены сразу и вниз. У нас, мы думали, само дешево. Оказывается, нет, можно даже за 2 лиры на эти маленькие стаканчики. Это не 12 лир, как там, да? Он такой вкусный. Он еще лучше, чем тот. Крава. Это обалденно. Всем пить. Это не из бутылок, не из пакетов. Это просто у меня аж слюна отделения пошла. Всем пить только не за 16, за 15, а за 2, за 3. За 2, за 3. 3 максимума. Да. Вчера мы купили розовый луку на рынке египетском за 25 лир килограмм. Здесь он 10 лир килограмм. Замечательно просто. Это фиаско. 107 килограмм. О, 107 килограмм. Это не старший. 35 килограмм. Это старший. 35? 35 килограмм. 35 килограмм. 35 килограмм. Это микс. 25 килограмм. Останавливай, молодец. Спасибо. Пока. Удачи. Пусть мой инглиш совсем далеко не гуд. Мы все-таки объяснились, и вот мы взяли адрес. Достаточно недорогие сладости по сравнению с тем, где мы были вчера на рынке египетского. Там был просто такой кипиш и куча высоких цен, куча туристов. Здесь туристов практически нет. Кстати, говорят, не странно. В основном все свои. И ценовал лукун в 2 раза ниже, чем там. То есть, если вы хотите затариться, вам здесь будут попробовать и так далее. И вот сейчас я приближу адрес. Можете заходить сюда, брать, покупать, и мы, скорее всего, сюда вернемся однозначно. Чтобы было более понятно, где мы, вот мост второй, который от Голазского моста. Он не самый главный. И Минюню там второй мост, и вот прямо от него Туркобава. Название, конечно, классное. Не запутаетесь. Таким сладченым, как я, в Турцию нельзя вообще. Пусть я буду хомяком, но это просто божество. Сидим на остановке, хотим в торговый центр попасть. Невозможно взорваться. Вот такой вот наборчик у нас получился. С учетом еще двух кусочков, которые мы уже слопали, один слир всего лишь. Причем с учетом, что это не самые дешевые варианты. Здесь вот шоколад, это клубника, прям кусочек клубники внутри. Представляете? Здесь фундук с фисташками. Просто белиссимо. Мы добрались до торгового центра. Название станции метро мы переделим обязательно, потому что в данный момент голова немножко не соображает. Торговый центр здесь огромный. Я согласна, что у нас в России тоже хватает таких центров. Здесь по пять, по шесть этажей, огромные галереи. Также мы нашли здесь супермаркет, который по типу нашего Ашана. Огромный, огромный. Там столько народу, мы сейчас хотим туда зайти. В целом одежда как у нас здесь стоит. Мы разговаривали с администраторами нашего хостела. Нам сказали, что если вы хотите опытом что-то покупать от 10, 15, 20 штук и выше, тогда, конечно, вы сможете найти что-то дешевле. Если обычная розница, то все как везде. Яблочки апельсинки, как и в том вчерашнем маленьком магазинчике. Апельсинки 2,69 леры, яблочки 2,99 леры. Такой вот сок мы уже с Антоном опробовали, только в маленьких упаковочках. На самом деле вкусный. Мы пробовали с персиком и с апельсином. Стоит он на наши деньги рублей 50 примерно. Ну, 3,90. Для любителей кошатина, да и собачатина, собственно, тоже. Это просто огорчение. Один такой пакетик стоит 3,75. На наши деньги это 50 рублей. У нас фрискис можно за 11 купить в магните, а здесь 50. Представьте, вот захотите вы уличную собачку порвить, это минус 50 рублей. Поэтому они покупают на развес в маленьких магазинчиках. Мы вчера даже видели, парень подошел к магазину и прямо массово-массово затаривал с собачьим формой. Я хочу такие пирожки. Есть вот с кокосом. Блин, мне нельзя пускать в такие магазины. Ну, тоже давай возьмем вот две такие. Стоит всего 35 курушей. На наши деньги это 5 рублей. Цены на минеральную воду в целом везде одинаковые. За 1,5-2 лиры будет 1,5 литра. За 1,5 лиры однозначно вы купите литр. И маленькие от 1 до 0,5 лиры варьируются в зависимости от места, где вы покупаете. Нам повезло, мы обычно покупаем за 0,5. Здесь вот есть 0,9 за лиры 15. С чаями целый стенд, хотя у нас оба здесь не скажешь, прям в супер почете. И стоит относительно недешево. Возможно, на развес будет дешевле, но вот такие упаковки, например, Липтон 25,45, это примерно 400 рублей. 32,90, почти 500 рублей. Можно, конечно, найти вот подешевле. Ну, как бы опять-таки, здесь 40 пакетиков всего лишь. 11,45. Нескафе очень добрая марка. Что у нас в Магните можно застать небольшим, купить пакетик Нескафе? Что здесь примерно то же самое. Вот 8,50 по акции, то с копеечкой на рублей. Для любителей вот этой вот продукции, которая справа от меня, хочу вас огорчить. Цены здесь, ну, не самые низкие, скажем так. Вот за 0,5 в среднем 9 лир вы отдадите. То есть на наши деньги это примерно 140 рублей за бутылочку пива 0,5. Неважно, какой у вас, 100 млр или вот какой-то бамантии непонятный. Водка тоже начинается в среднем вот с самая маленькая, от 67 лир. То есть примерно это 800 рублей на наши деньги. Я не знаю, может быть, я не ту марку гречки смотрю. Килограмм стоит 15,50. То есть 200 рублей практически вот за такой вот пакетик, представляете? Ну, зато я теперь поняла, почему везде, во всех кафешках гарниры предлагают именно рис и картошку. Рис можно купить за 4,25. Ну, и полка пустая, смотри. Да, ну, то есть я его вверху пользуюсь просто. Если честно, меня удивляет, как с такими ценами на мясо кафе, где мы кушаем, могут держать такие невысокие цены. То есть вот смотрите, 74 килограмм, 53. Ну, вот самое дешевое, то что сейчас за спиной я просто не могу смотреть постоянно. 53 лиры за килограмм. То есть это наше деньги 700 рублей, 750 даже покое. А вот курица стоит, как у нас, вот практически 1-2-1 за голени, 10-90 за килограмм. Ну, наше деньги это 140 рублей. Это первый раз, когда я встречаю рову в Стамбуле. Вот, честно, первый раз, сколько мы уже промотались и по всяким магазинам, по кафешкам. И стоят они вот такой наборчик, на наши деньги 550 рублей. Давай продегустируем. Да, дегустацию маленьких пельмешков. Все нормально. Нет, наше вкуснее. Но, за бесплатно еще отказываться. Яйца у них идут на десятками по 15 штук. И за 15 яиц вы отдадите самое минимальное 8,50 на наши деньги 120 рублей. Если брать 80 за десяток, ну, в среднем цена наша, башкирская, не знаю, как в других регионах. Или в среднем, как у нас, маленький батончик, который пекут прямо здесь, стоит лиру. Там дальше есть за 3,50, за 4,50, за 5, за 6, за 16. Булочки за 0,70, за 2,25, за 3. Я удивлена, что так дорого стоит лук. 4,49, 60 рублей на наши деньги, ну, блин, я не знаю. Скорее всего, по-любому есть рынки, где стоят дешевле, но в супермаркете это такожка 2,49. Заканчивается наше посещение этого торгового центра. Если честно, не увидели ничего особенного. Все как везде, просто нагромный, просто прикольно украшен. Много этажей, много бутиков. В чем отличие от наших торговых центров, вообще нигде нет скамеек. Мы сидим возле какого-нибудь столба, короче. Цены, не скажу, что цены дешевле. То есть у нас, если едешь в Ашан, ты знаешь, что ты найдешь там что-то дешевле. Если ты затариваешь полный холодильник, то однозначно это будет выгодно. Я не вижу смысла ездить в этот центр в супермаркет, в любом маленьком магазинчике. Цены, ну, 5-10 курушей разницы, иногда даже дешевле, чтобы, например, орехи мы покупали. На 3 лиры разница. Но в целом, как бы, ну, погуляли, посмотрели. Сейчас мы покажем этот центр снаружи, и мы выдвигаемся к нашей кафешке, любимой. И все, на сегодня отдыхать. Ну, что? Я двигаться не хочу. У меня рука уже не двигается, у меня ноги будут, я все будет. То есть ехать сюда именно за дешевыми ценами, ну, это не прокатит, не та история. Может быть, опять-таки, игру мы не там смотрели, но это... Ну, мы просто не знаем. Да, мы просто не знаем, пишите в комментариях, куда съездить. То есть если вернуться в Стамбулку, да, реально, в какой центр съездить. Мы вот были в Сапфире, там половина бутиков закрыта, как бы, и кроме смотровой площадки, собственно говоря, там делать-то нечего. Мы вот приехали сюда, и опять-таки, ну, погуляли, ну, бутики, ну, прикольно, ну, а все. Ну, то есть такого что-то, что необычное. Ну, и даже снимать вот смысла не было, потому что это, бутики вообще как везде, как и у всех. Да. Ну, одинаково. Все как везде, вот. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях, реально интересно. Мы спрашивали администратора, мы спрашивали на форумах, ну, никто не вот, вот сюда, говорит, приезжайте, а что здесь смотреть? Ну, поэтому пишите в комментариях, это действительно очень ценно. Скоростной трамвай, час пик, встаю на одной ноге. Вот так управляется трамвайчик, скоростной курсой. Наш предпоследний полный день в Стамбуле подходит к завершению. День получился немножко сумбурный, не совсем то, чего хотелось, но в целом мы довольны. Вообще каждый день в Стамбуле это какое-то новое открытие, что-то как отдельное приключение. Сейчас мы идем отдыхать, потому что, если честно, простуда и вот эта вот усталость, ноги просто не успевают восстанавливаться. В Стамбуль надо ходить, общественный транспорт тоже нужен, без Истамбул, карт никуда, потому что такие расстояния вы пешком в любом случае не пройдете. Но в целом весь шик именно в прогулках. Мы идем отдыхать, чтобы завтра заснять наше новое путешествие по Стамбулу. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, если вы хотите получать уведомления о наших новых видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!